Команда достигла неплохих результатов, выиграла второй круг. Петер Ижин, с вами слово. В первую очередь спасибо. Я нескольченно сказал на фоне президента, это была шутка. А вообще мы все хорошо восприняли, потому что благодаря Максиму Станиславовичу, я оказался в клубе, где поставлены очень серьезные задачи, и сама главная отходится от общественности футбольной, от журналистов четко понимать, что после определенных событий футбольный клуб «Звезда», он, в общем-то, знаете, выбрал вектор развития европейского футбола. Это не громкие слова, вы сами видите, те действия, которые начинаются делать клубы. Это структурные изменения, это вектор, знаете, в общем-то, не просто меняется первая команда, а первая команда, вы сами прекрасно поймаете, она должна меняться, это локомотив. Все достижения клуба сверяются по первой команде. Но формируется вторая команда, формируется третья команда, это молодые ребята, 21 год, 19-летние. Меняется направление работы академии. То есть, знаете, можно легко сказать, что давайте, в общем-то, мы поменяем вектор развития клуба. Но вот как раз, знаете, что, в общем-то, меняться будет в клубе? В первую очередь, это философия. Это футбол, который должен приносить радость болельщикам, в первую очередь. Это футбол, который должен давать результат. Это футбол, который должен готовить футболистов определенного уровня, которые будут легендами. Тропивницкая края, но самое главное, те люди, которые будут востребованы и в сборных командах, и, естественно, клубах определенного высокого уровня. Вот все задачи, которые были поставлены как раз перед клубом, они пошагово начинают решаться. Максим Станиславович пообещал, что будет хорошее приобретение. И он держал свое слово, потому что, вы сами уже видели, в первой игре изменилось качество игры, стиль игры команды. Пытаемся сейчас, знаете, поставить футбол, естественно, во главе с тренерским штабом. Значит, поставить футбол, который будет, знаете, он такой рациональный, с контролем мяча. Где, в общем-то, быстро будем проходить центр поля. И самое главное, в общем-то, будем завершать эти все моменты, которые, в принципе, наигрываются в тренировочном процессе. Ну и самое главное, я хочу сказать, вот видите, уже фамилии, которые на слуху, продвинутые фамилии. Молодые, перспективные украинские ребята попали в команду. Я вам хочу еще одно сообщение сказать. Значит, недалеко вчера состоялись выборы капитана команды. И сегодня Федерейко Поррера является уже полноправным капитаном команды. И в следующем матче он уже будет выводить команду, в общем-то, в касте капитана. И плюс наши ребята там уже вице-капитаны, создан тренерский совет. И хочу сказать, знаете, идут системные процессы. Поэтому у меня просьба, в общем-то, к общественности, особенно к болельщикам, которые ждут результата условно сегодня. Мы будем биться в каждой игре, писать истории в футбольных клубах. Но наберитесь терпения. Поверьте, если президент сказал, он выдерживает свои слова. И команда сегодня оказалась в премьер-глении. И я даже не сомневаюсь, что мы все вместе, сидящие, футболисты, вся структура футбольного клуба, руководство футбольного клуба, но самое главное, общественность футбольная Кропивницкая, мы добьемся того, что команда будет играть в Лиге Европы. Для меня это не на вон. Работая последнее место, мы так решили эту задачу. И я просто уверен, что мы приложим все силы. Но давайте все это делать на позитиве, а он у нас в принципе будет. Спасибо вам за внимание. Я не знаю, к кому не едут иностранцы. Вот вы видите, ребята сидят сейчас здесь в футболке, в футбол-гозинке. Поэтому, наверное, и хотят, и едут. Просто нужно как-то правильным образом это все организовать. Я, на самом деле, я хочу поприветствовать не только иностранцев, хочу Артема поприветствовать. У него украинский паспорт, но от этого он не есть менее значимый от приобретения. А наоборот, мы считаем, что за молодыми игроками, украинскими игроками, будущее, и Зирки, и вообще украинского футбола в целом. По поводу ребят, велась работа и тренерским штабом. Виктор Гаврилович, Дарио, последние две-три недели занимались усилением команды. Можно сказать, что в принципе все руководство футбольного куба Зирка было задействовано в процессе управления команды. Вот так это будет справедливо. Продолжение следует...